надо было решить главную задачу добиться подъема крупного промышленного производства создать материально-техническую базу социализма и коммунизма крупная промышленность национализирована установлен восьмичасовой рабочий день рабочий контроль на производстве однако этого мало важно отношение человека к труду 10 мая 1919 года рабочие московско-казанской железной дороги свободное от работы время отремонтировали несколько паровозов казалось бы малозаметный факт но ленин увидел в этом событие исключительного значения рост социалистического сознания великий почин коммунистическая организация общественного труда чем дальше тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся гражданину ленину жители подмосковной деревни кашина пригласили ленина на свой праздник открытие сельской электростанции владимир ильич откликнулся на приглашение поехал вместе с женой надеждой константинной крупской фотографии сделанные в тот памятный день ленин вспоминает один из крестьян назвал тогда электрический свет неестественным конечно для беспартийной крестьянской массы электрический свет есть свет неестественной но для нас неестественно то что сотни тысячи лет могли жить крестьяне и рабочие в такой темноте в нищете в угнетении у помещиков и капиталистов со всей энергии ленин проводит в жизнь идею всеобщей электрификации и вот в декабре двадцатого года делегаты восьмого всероссийского съезда советов слушали доклад инженера энергетика кружежановского он говорил о невиданном поражающем воображении ленинском плане государственном плане электрификации россии ленин видел в этом вторую программу партии только тогда когда страна будет электрифицирована когда под промышленность сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности только тогда мы победим окончательно победа на трудовом фронте каширский гигант с гордостью писали в те дни газеты конечно гигант по масштабам того времени строительство волховской гидроэлектростанции более крупная энергосистема план электрификации для ленина комплексный многогранный план надо добиться пишет он чтобы каждая электрическая станция превращалась в опору просвещения социализм это развитие духовного богатства личности широкое распространение культуры довольно грошовых истин из сердца старое вытри улицы наши кисти площади нашей палитры так говорил поэт новой эпохи владимир маяковский и действительно искусство тех лет стремится выйти на площади быть понятным всем создавать яркие открыто агитационные образы неповторимый дух времени впервые в истории к культуре приобщаются миллионные массы первые революционные пьесы на сцене профессиональных театров наша задача говорит ленин побороть все сопротивление капиталистов не только военные политическое но и идейное самое глубокое и самое мощное искусство принадлежит народу крылатая ленинская фраза становится программой развития социалистической культуры владимир ильич на открытии мемориальной доски установленный в память павших за мир и братство народов работа скульптора каненкова создаются памятники выдающимся людям событием революционной борьбы памятник французскому революционеру робеспьеру на открытии памятника поэту кольцову сергей есенин читает стихи посмотрите редкую съемку есенина в одном из своих выступлений ленин сказал учиться 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 и страна учится открываются новые институты вечерние школы для рабочих стране нужны специалисты техники экономисты педагоги часть интеллигенции в те годы еще бойкотируют новый строй будущее математики поэты физики астроном на помощь советской власти приходит и большая наука академик бехтерев агрохимик академик прянишников биохимик академик бах знаменитый физиолог павлов родоначальник космической эры целковский советское государство развивалось крепко постепенно налаживалась жизнь мир был уже завоеван правда неустойчивый ненадежный страна в кольце империалистические государства предстояло решить еще ряд сложных вопросов международной политики генуя 1922 год сюда приехали делегации многих стран на международную экономическую конференцию глава советской делегации народный комиссар по иностранным делам чечерин выступил с ленинской программой чечерин сказал мы сторонники принципа мирного сосуществования государств с различным общественным строем мы за невмешательство во внутренние дела сотрудничество разоружения ленинская платформа мира отвечала интересам всего человечества глава 3 ленин среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность горький развитие революционных событий было общим делом коммунистической партии с гордостью писал о ней ленин ей мы верим в ней мы видим ум честь и совесть нашей эпохи в март 1918 года правительство республики советов во главе с лениным переезжает из петрограда в москву с этого времени москва столица советской россии соратники ленина яков свердлов михаил калинин анатолий луначарский анатолий луначарский время как говорил ленин все еще архитрудное и жизнь в столице нелегкая пестры из-за океана в советскую россию приехали американский журналист альберт рис вильямс вскоре он напишет книгу о ленине и джон рид автор известной книги об октябрьской революции десять дней которые потрясли мир